Не могу. Сможешь, Егор. Скажи себе, что никак нельзя не идти, Егор, и сможешь. Я, знаешь, как под пульник полежал, так вот тут вот лопнуло что-то. И с тех пор шатает меня и мотает, как бы тошнит все время. А раньше отчаянный был, никого не боялся. А сейчас тех боюсь, отряд Спиридонов боюсь. Сейчас офицера того, перед которым ломался, боюсь. Да ерунда все это, Егора, мнения нет. Нет, Александр, я в город не пойду. Ну, погоди, погоди. На открытом месте нам руками-то махать не резон. Кончилось бы все это скорее. Победит всех наш Баба Королевич, тем и кончится. А то его победят, и тоже конец. Мне что так, что эдак все одно плохо. Да, яша цыкает на тебя, будто ты его личный халой. Так он знает, что мне деваться от него некуда. Вот и вьет из меня веревь, как хочет. Это почему же? Кровь на мне, Александр. Солдат того кровь. Дорога мне в другую сторону заказана. А если от крови отмоешься? Это ты молодец, что пришел к нам. И понял я тебя там на дороге. Ну, а теперь что же? Живи. Помогай нам. Мы за добро добром платим. Устал я бояться, господа офицеры. Устал. Мы отдохнем, мы отдохнем. Бежать бы мне куда. Поможешь нам? Беги на все четыре стороны. А не обманете? Моего частного офицерского слова тебе достаточно? Не знаю. А я знаю. Достаточно. Действовать будешь вместе с Саней. Александр мне сильно помог. Я рассказал ему все. А он пожалел меня. Скажите, Егор. Почему вы предали Спиридонова? Я не предавал. Я не предавал. Устал я. Бояться устал. Скотина, мерзавец. А ты, Юрочка, оказывается, предателей-то не любишь. Врет он все. Он Спиридоновым подослан. Вы, Георгий Евгеньевич, зря волнуетесь. Мне Егор про Спиридоновскую невесту все рассказал. Про Алексееву Анну Ефимовну, учительницу. Она сейчас в городе живет. На Дворянской улице, 36-й номер. Так.